Приветствую вас. Давайте для начала Геннадий разберемся в том, что произошло. Вы говорите, от меня ушла женщина. Какая? Когда? Почему ушла? Два года назад умерла жена. Опять же, это то же самое вы имеете ввиду? Вы имеете ввиду, что ушла женщина и умерла жена, это одно и то же, или это разное? Но тогда простите, в какой последовательности это происходило, да? То есть, сначала от вас уходит женщина, потом умирает жена, или наоборот, что происходит? Какое значение для вас имеет женщина, какое значение для вас имеет, соответственно, жена? Да? То есть, нужно вот определить эти моменты, а то хронология всей ситуации в целом не совсем ясна. Дальше, значит, ну, смерть близкого человека, это всегда травма, и вам, в первую очередь, конечно же, нужна поддержка, вам, в первую очередь, нужно, может быть, простое человеческое тепло, может быть, выговориться, а то есть, опять же, нужно смотреть, что именно вам нужно. С другой стороны, как бы это ни звучало, но со смертью близкого человека, мы иногда, вот, чувствуем скорбь, именно потому, что что-то теряем с уходом, со смертью близкого человека. Мне кажется, что нужно, в том числе вам, нужно постараться выявить вот этот момент, связанный с тем, что вы потеряли, с уходом своей жены, да, там еще, ну, кто-то ушел от вас, видишь, наверное, это, как раз, немножко другое, а вот, то, что, то, что вот вы, эм, из-за тебя, смерть, в твоей жены, это, конечно, очень травматично, вот, и мне очень бы хотелось, эм, чтобы вы, постарались бы определить, э, это, да, то есть, э, можно, можно определить, э, что именно вы потеряли, то есть, то есть, то есть, что вы потеряли, в ходом жены, вот, а то, что, это априори, тяжело, это, понятно, вот, но, тем не менее, все равно нужно этот момент, на мой взгляд, поисследовать. Ну, просто потому что это важно, так? Дальше вы говорите, что вы остались с двумя дочками, вот, и мне кажется, что, конечно, очень важно разобраться в том, что для вас это значит, вообще, в целом. Мне кажется, очень важно понять, что для вас это означает, то, что вы остались с двумя дочками, вот, как вы к этому отнеслись, как вы на это реагировали, вот, как дочки реагировали, какие у вас отношения с дочками вашими, опять же, и так далее. Дальше вы пишите, познакомился с женщиной, жили два года, а было вроде нормально, были неполадки из-за младшей дочки. Сейчас она ушла совсем. Это какая женщина? Третья женщина? Или как? Так. То есть, вот я просто хочу понять, да, хочу вас понять. Значит, вы говорите, что у вас были неполадки, неполадки из-за младшей. С чем это связано? Ну, неполадки я имею ввиду. С чем связано? Из-за чего конфликты? Вы же говорите, что все было нормально. А теперь получается не совсем все хорошо. Теперь получается, что, ну, что вы пишете о том, что все-таки из-за, ну, из-за неполадок. С, эм… Женщиной по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-ду-младшей. А, младшей, а… Младшей дочкой. А, вы… Вот так. Расстали. Получается. Мне кажется, что, как минимум, на это нужно обратить вам своё, ну, своё внимание. Вот. Далее, вы… Пишите о том, что… А, ну… Вам… Тяжело. А, на мой взгляд… Меня… А… Ну, поисследовать. А… От чего вам… Тяжело… Кон… конкретно. То есть, что именно вас… А… Ну… Что именно вас? Текает ответ. Вот. Мне так кажется, что на это нужно обратить внимание. Вот, соответственно, такая история. Такой аспект. В принципе, на этом всё. А… Я надеюсь, что помог вам. А… Если понравился мой ответ, будет. А… Буду благодарен. А… Значит… Если вы… Сделаете его лучшим. А я вам желаю всего… А… Сам… Самого… Доброго. Удачи. И надеюсь… Надеюсь… Что… Ваша ситуация разрешится. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам.